Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. И сегодня я расскажу вам о таком. Volkswagen покажет в этом месяце обновленный Arteon. Toyota представила посвежевший Hilux. Следующее поколение BMW M5 G60 будет мощнее Bugatti Veyron. Volkswagen покажет в этом месяце обновленную версию флагманского Arteon, о чем свидетельствует соответствующий тизер, опубликованный на сайте компании. Судя по данному эскизу, в линейке моделей намечается пополнение. И кроме пятидверного лифтбека, в компании представят версию Shooting Brake. На самом деле это будет самый обычный универсал, только с более стильной и красивой задней частью. Как и полагается Рестайлу, обе новинки получат новый дизайн обвеса, небольшие изменения в линиях кузова и новую архитектуру светотехники. Отдельного внимания заслуживает новый дизайнерский элемент. Это светящаяся полоса, которая соединяет между собой переднюю оптику. Судя по всему, это станет новой фишкой всех будущих моделей Volkswagen. Кроме этого, посвежевший Arteon предложит покупателям новые варианты отделки салона и обзаведется новой версией мультимедийной системы. Премьера новинки состоится 24 июня этого года. Toyota представила обновленный пикап Hilux. Новинка выделяется на фоне Дорестайла новой трехмерной решеткой, массивным передним бампером и новым дизайном светодиодной оптики. Общий силуэт пикапа стал более массивным и тяжеловесным, не в последнюю очередь благодаря новым 18-м колесным дискам. А вот изменения в интерьере менее существенны. Обновление предлагает более крупный 8-дюймовый экран, обновленный щиток приборов и кое-какие доработки в дизайне центральной консоли. Отдельно хочется отметить наличие нового комплекса систем безопасности и возможность заказать премиальную акустику от JBL. Как и ранее, пикап использует равную конструкцию и предлагает полный привод. Для повышения внедорожных качеств инженеры компании поработали с подвеской, сделав ее более мягкой и комфортной, а также перенастроили рулевое управление. Отныне, кроме 2,4-литрового дизеля на 150 сил, Hilux будет предлагаться с новым 2,8-литровым дизелем на 204 силы и 500 ньютон-метров крутящего момента. Кроме того, в компании снизили обороты двигателя на холостом ходу с 850 до 680 оборотов в минуту и перенастроили педаль акселератора для лучшего контроля. Оба мотора на выбор могут комплектоваться как шестиступенчатой механикой, так и шестиступенчатым автоматом. Следующее поколение BMW M5 в кузове G60 будет мощнее Bugatti Veyron. Да, вы не ослышались, не успели баварцы представить обновленную M5, а в сети уже появилась информация касательно следующего поколения, одного из самых быстрых седанов на планете. За это стоит сказать спасибо британскому изданию Car, у которого есть свои осведомители внутри компании. Так вот, если верить информацию источника, то баварцы уже вовсю трудятся над следующим поколением пятой серии. Новинка будет представлена в третьем квартале 2022 года, а спустя какое-то время производитель выведет на рынок заряженную M5. На самом деле в этом нет ничего удивительного, и подобная практика обычное дело в мире автомобилей. А вот дальше начинается настоящее безумие. По словам того же анонимного источника из BMW, следующая M5 получит гибридную силовую установку с отдачей в 750-800 сил, в основу которой ляжет бензиновый V8. Если верить слухам, то точно таким же силовым агрегатом будет оснащаться будущий BMW X8M. Также если верить внутренней документации компании, то следующая M5 сможет пойти по пути новой седьмой серии и получить еще и полностью электрический вариант. Для тех, кто не в курсе, новое поколение седьмой серии будет предлагаться как с гибридной силовой установкой, так и с полностью электрической трансмиссией. Причем полностью электрический вариант получит индекс i7 и будет самой мощной семеркой в новом поколении. Судя по всему, следующую M5 ждет та же история, и суперседан разделит платформу с флагманской i7 и получит батарею пятого поколения емкостью в 135 кВт-час с запасом хода в 700 км. В качестве силовой установки выступит трехмоторный вариант – один двигатель спереди и два сзади. Суммарная отдача составит внушительные 1006 л.с., а это на минуточку на 5 л.с. больше, чем у Bugatti Veyron, что обеспечит автомобилю ураганную динамику. По слухам, первую сотню M5 будет набирать менее чем за три секунды. На первый взгляд подобные заявления кажутся не очень правдоподобными. Но если вспомнить, что на рынке уже продаются такие монстры, как Tesla Model S и Porsche Taycan, то спустя 3-4 года мощность в 800 тысяч сил не будет чем-то удивительным в автомобильном мире. В любом случае, новой M5 не избежать тотальной электрификации. И хотим мы того или нет, но в ближайшем будущем все семейство M-моделей постигнет та же участь. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И не забывайте о нашем инстаграме, ссылка на который есть в описании к этому ролику. Всем удачи, пока!